добрый день сходил на приемку неплохо вот взял такую кучку кучка кучка это 360 рублей 9 килограмм что еще могу сказать балагиды 20 килограмм на счет не захотел я с ней таскаться вот струбцинка она немножко не как-то плохо работает вот видите здесь как-то на каких-то шурупах надо разобрать попробовать отремонтировать если получится то я думаю она такая пару соток то сейчас стоит вот там еще с таком показал людям какая-то на разжатие работает она и на сжатии на разжатие вот вот такую вот вещицу взял для себя железяки чистите и щетка она вещь копеечная но все равно тратить деньги а так она явно дешевле был китайский рубанок качество очень плохое такие уже и не беру я его разобрал снял рукоятки потом одна ручка другая рукоятка чем ручка это рукоятки отличается я пока так и не понял вот ну вот я с одного снял и поставил на ураловский урал аз не отлично они встали там шпилька м5 поэтому и вот здесь она им 5 резьба на винтиках ну то есть классно становится вот и наверно самая дорогая вещица такой вот скобель очень неплохо сделан я думаю он стоит рублей 800 а может ищу вот надо поискать может какой-то не найдется может не найдется ну вот вот такой вот нож неплохой кухонный почистить надо конечно можно переточить на какой-то вот классический я не пила пила я не помню даже для чего это или хлеб или сыр и еще так большая рукоять вот такая удобная цельная что его можно и мыть и в духовке где-то этом греть тогда такой скажем плохо убиваемый хороший так вот такой взял сотейничек эмалированный человек берет я думаю рублей за 200 то он всего возьмет вот поставлю уже целая кучка сковородок надо созванец вот попалась замечательная вещь и пести для ступ у меня ступа есть недавно брал может месяц может полтора назад без пестика теперь есть комплект укомплектовать и продавать соответственно дальше что у нас дальше вот еще один ножичек как бы видно нет ну написано тармантина бразилия целенький неплохое состояние ну я думаю полкишок какой-то стоит большой ножичек за сотку можно продать вот пытался разбить остатки ручки вообще не бьется как ее сломали ну как-то сломали такое да лото советское ничего ценного ну там какая-нибудь соточка дальше вот стамесочка ну тоже ничего примечательного простая советская стамесочка рублей 150 200 стоит ну я бы сказал 150 вот такая вот квадратная штуковинка типа шила выпускает тоже там 30 . полкишок стоит вот такое вот интересное произведение потому что но и не просто из чего-то вырезали а ведь здесь толще тут тоньше но вот этот квадрат явно вот видите его не цельный как на таких хороших стамесках но надо изучать лететь может какого бачка какое клеймицу и получится либо самоделка но широкая стамеска 200 и 300 стоить может ну при том что это явно но не самоделка так вот либо это если кузнец какой ковал то опять же надо смотреть может быть еще лучше это вот от того же рубанка что и рукоятки шпат или парочка я тут до этого взял накануне и там и но не все их собрал я не помню рублей по 50 что ли я их продавал как-то так они из тут вот железка от рубанка сам на всякий случай там такая ничего не весит а хоть 30 куда же поставить какую-нибудь кому-то и пригодится может себе какой-то знаете бывает что-то где-то надо подскрести будет место немного занимает вот сведор на так вот лежала отвертки вот люблю такие со сменными вот это колесики тоже от рубанка так что у нас тут вот сведел там несколько метчиков но в мечте мне такие основном есть подмечу ты их вот хорошая вещь мы ведь обломали шарошка такая вот металл выбирать состояние хорошие я думаю в кончик что можно зажать куда-то в дрель и пользоваться патрон может сверла но опять же сверла даже если их по десятке это уже неплохие будут сковородка там 300 вот фреза допустим разбираться тут хорошие уже небольшое сверлышко тоже большие редко ломаются а вот маленькие раз и сломалась на шесть м5 так вот еще сверлышко такая плашечку взял на тоже там один маленький меч вот взял вот такую вещицу вот типа керна накернить несложно сделать и самому ну что делать если он есть вот гаечка барашковая бывает себе надо бывать я как-то продавал то есть какой-то кучкой выставил вот замечательная вещь давно хотел выжигатель не проверял еще не знаю вот единственно здесь вот не хватает такого вот колпачка но я думаю с чего-нибудь я его смогу соорудить из какой выточить вот ну вот хотя бы вот рукоятка хотя пока я тоже можно за какой полтинник продать вот такая-то от этого от шейкера должна биться и размешиваться вот такой барайку него рашка как его скажи вот затягивать вот разбито конечно вилка ну вилка это вещь а вот еще одна стамесочка как-то кривовастая ну тоже я думаю сотенки полторы может она стоить кусок rapido пилы для на ножички там на тоже можно и за сотню продать и сделать ножик вот и ножик косячок мне не нравится здесь вот он слишком острый то есть как-то его надо было как минимум скруглить конец тогда вот он может быть неплохо вот это по моему товотница если я не путаю меня в так станочке 1 не хватает или 2 там поменьше размер надо пущая будет вот маленький метчик попался один маленький тоже будет ломается для коллекции я их собираю конструктора потом придумаю когда-нибудь может продам может что-то сделать вот брелочек допустим с карабинчиком все полный комплект довольно плохой такой женский ножницы я их тоже там где-то полотенечек одной верхушка от лампы керосиновой мне какая-то по моему было без верхушки или с плохой верхушкой вот шишка часов я вот не получит ли 100 или 150 какая такая у них цена ну вот так вот что еще хорошего сказать ну вот надо проверить этот выжигатель я чуть все вот тогда я как-то кто на канале я недавно снимал на рукоят рукоятку дел из дерева раз можно что-то там выжигателем какой-то выжить подписать какой-то зевота узор сделать вот там такой небольшой вот почему бы и нет ну и иметь инструмент такой дома не не лишний что вам еще интересно рассказать ну вот какие-то проблемы с ютубом ттк у нас провайдер сейчас ну вот кто у меня и в мобильный интернет и сетевой от одного провайдера мобильном еще как-то идет youtube сетевом и не грузится вот как бы определились вы уже то меня считает конечно полная какая-то беспредел потому что если есть то есть я не хочу сказать что там вот прав youtube не прав но если вы считаете не прав значит осудить или значит должно быть решение суда и тогда все блокируйте по решению суда вот тогда как ну какая-то видимость законности хотя бы они когда непонятно что почему-то он не работает то есть да я могу там наверно поеду написать какое заявление этим провайдеру что вот почему не работает там сходить поругаться на рак на кого ругаться на каких-то там этих менеджеров которые там но ни при чем как-то у меня это небо вниз не взбодрит не успокоит поэтому бессмысленно то есть я думаю они там всегда могут сказать что это все же все же остальное открывается это технические сложности у ютуба ну там по не сами понимаете бред какой-то несут что там вот типа контент российские на российских каких-то там этих серверах поэтому там они устарели и в один день начали тормозить ну бред бред тем более там допустим смотрю какие-то израильские песни там есть популярные которые там миллионы просмотров а есть там которые мне нравятся и там песни регулярно слушать там один лайк вот я поставил все вот ну я не сомневаюсь что каждую такую песню весь мировой контент и копируют на российские сервера и потом с них она тормозит нет нет то есть явно хранится это в израиле где-то ну не не знает мы хранится ли в израиле еще где-нибудь а ноги как-то по ног девках ну явно не в россии опять же там смотрю какого-то человека там из америки он снимает ну да на русском языке ну но в америке опять же вот она копируется ну да наверное большинство зрителей в россии возможно ну вот песни я думаю они где-то там лежат такая вот история ну значит то есть это не с этим ну значит с чем это связано вообще загадочно то есть можем только предполагать поэтому смысл гадать вот ну будем пока выкладывать потом посмотрим что получится из этого всего не получится закроет не закроет это скажем так ну переходить на какой-то дзен там или на дзен давайте немножко поговорю на тему он в принципе мне как бы формат очень нравится что можно там писать текстом можно какие-то видео добавлять но там у них какая-то там это надо заключать это надо читам и типа самозанятость организовывать если вы там у вас нет и пешки там еще чего-то в этом какой-то партнер там ну то есть какая-то такая вот мутная тему не то что я хочу скажем незаконно на все закона ну вот заработать 100 рублей там заплатите всякие налоги больше на мой взгляд 1 после неоправданной якобы с этим связываться не хочу вот youtube youtube я давно туда не заходил уж нам полгода больше ну вначале там вообще не было комментариев потом комментарии появились но нет никакого инструмента для авторов чтобы то есть человек оставил комментарий я об этом не вижу не знаю где это посмотреть то есть меня на каждый день там пересматривать все свои видео и там где кто чтобы ответить на комментарии а не знаю опять же человек узнает что я ему ответил или нет я так и не вот как-то но так вот все 4 пень колоду сделано ну вот а хотя есть какие-то и полезные фишки ну вот в целом она как-то вот так не сильно рабочий на мой взгляд вариант что еще интересно ну опять же интересно я там люди там с политикой связаны вот так вот напишите сделайте какую-то петицию чтобы как но если запрещено то значит должно быть решение суда если нет на решение значит разрешено значит нельзя значит это какая-то там конкуренция такая или что это получается чтобы нагнать людей вот на рутуб вконтакте вот какая-то это уже получается не честная конкуренция там ну какую-то петицию и опять же кто бы людям вернул то есть она же большинство смотрит не политику а там всяких кошечек песенки какие не знаю аварии там смешные падения и так далее и тому подобное я сам этим грешу тоже иногда смотрю песни часто смотрю какие-то вот и аварии и падение все вот это бывает найти как все надоело так что-то посидеть потупить почему ну то есть это все смотрят не все но вот многие вот и соответственно кто бы это людям вернул тот бы сразу очень хорошо заработал политический вес ну вот как-то оппозиции вы политический вес не нужен никому не ну кому-то может и нужен вот мне не промелькивал чтобы кто-то и там какие-то какие-то появится стало понятно там с кто есть кто в друзьях там несколько человек да вот да там он там да youtube развращает так ты смотри чё парень хорош если ты дебилы тебе дебильный контент и предлагает это его как дебил смотришь ну кто же виноват ну не youtube нет ты виноват родители виноваты что идиота родили вот поэтому тут ну понятно что там есть конечно вопросы и у меня есть но это вопроса должны все это решаться должно в правовом поле они вот так вот кто кто-то где-то как-то решил что не мы не будем будем там какие-то тормозить чтобы она вот не показывала вот то есть он и не заблокирован но и не показывать как то вот так это что это вот то есть на мой взгляд это цензура в чистом виде не нарушение конституции такие вот ситуации что еще рассказать ну вот ну опять же там и youtube если у вас почему-то начали почему ну как то можно что-то там договариваться решать вопросы не знаю насколько они там этим занимаются решают не решают ну вот вот как то так то есть это я в пятницу ходил в субботу сходил на базар и я наверно не буду снимать потому что там на базаре особо ничего не купил купил там хоть мешок компрессионный купил этих бур и бур и бур и зубные довольно много там для себя пока для себя не то что им что-то делаю работы ну и бывает надо что-то там подточить может быть надо начать попробовать опять же на деревянные ручки там сделать гравировочку тембором гравером а потом допустим ее прожечь можно сделать что-то симпатично но эти гравировка она будет впадины и она может быть ручка не так удобно не так ухватиста поэтому я как бы особо не стримы скидки вот таким ну с другой стороны надо пробовать смотреть там какие-то насечка там какая-то просто может быть чуть-чуть там решетка если не глубокая то она может быть наоборот чтобы ручка не скользила надо смотреть надо будет пробовать ну пока я собираю для себя инструмент кучу ну вот надеюсь что рабочий тут особо ломаться нечему вот так что еще интересно по случаю там взял моторчик интересное может буду ковыряться делать а ну он струбцину надо то есть ну вот как обычный то есть и есть и чем поковыряться додел всегда в принципе есть наши какие-то восстанавливаю сейчас осень и ранетки шарлотку пекут а пока еще их обыдно держишь яблоки яблоки что в этом году товарищи беру в этом году что они все червивые приходится много обрезать там по часу полтора сидишь что-то вырезаешь опять же раньше смотрел youtube чуть-то включу там вот на неделе я там не знаю что-то опять напал на эти про там технологии там чугуна советские фильмы там всякие доменные печи понимать как она работает как не работает вот ну много всякого полезного видео там развращает кого-то дебил товарищ у меня ну куда денешься это был у нас с компанией всегда мы как это он был странный ну ладно вот интересно я кстати похвастаюсь кто дослушал попалась видео там что-то про или энергетику и меня еще вот в детстве когда там где-то на физике это какой-то там класс и там не знаю 7 8 там химия то что пламя это такое субстанция сильная ионизированная и ионы там вот это же как электричество вот и у меня всегда была мысль они взяли как-то вот его магнитами разделить чтобы вот ионы туда и чтобы она как шел электрический ток и вот я как-то от меня всегда это вопрос не всегда вот с тех пор или 30 меня этот вопрос интересовал периодически но он как-то не настолько меня интересовал чтобы я там начинал что-то там экспериментировать или еще какие-то ну и опять же в квартире с пламенем и экспериментировать не лучшие варианты и вот я смотрю там какая-то оказывается есть эта технология уже 60-е годы было то есть там как-то пламя горит какое-то топливо пламя движется между магнитами и как-то вот и там вроде какой-то создается электродвижущая сила и вот оказывается значит мою там дина в 15 лет я сделал такое неплохое предположение на к на то есть да и она уже была воплощена я только предположил то есть не открытие сделано приятно значит я в правильном направлении думал вот ну на неделе тоже заходил такое что брал я не помню что-то я показывал не показывал какие-то вещи вот сковородку взял большую 30 сантиметров там я что-то я уже не помню противень очень хороший взял вам себе оставлю по мне снимал это кто-то раз видео и киевский этот противень и 30 на 40 со складными ручками из нержавейки на такая 10 процента найдет как вечер мед вот почти отмыл то есть он там не пи длинный не какой-то не этом жарили видно что какая-то есть там нагар но опять же люди жарили не помой какие-то них хоронили поэтому помыть сейчас хорошо почистить помыть прокалить и буду для себя оставлю просто какой большой ну я редко таких размеров сейчас что-то пику поменьше шарлотку тут можно сделать большую шарлотку там яиц на 10 10 яиц там с муки где-то килограмм стаканов 6-7 сахара пару стаканов и вот такую вот можно сделать здоровенную вот ну или какой там не знаю что-то запечь то опять же бывает надо не только запечь не только это бывает как-то на что-то выложить надо что-то подсушить вот такая вещь в домашнем хозяйстве пригодится вот что еще интересного рассказать пусть какие-то видите потому ну из одного противня снимать видео как-то неохота было там еще что-то подяжку я полно показывал интересную да 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 я комментарий писал пока поставить и там какие-то когда не сильно много я чуть не снимал тут сегодня не буду то что снял взял компрессионный мешок и взял там за 40 рублей ну типа для спальника то можно куда одежду засунуть ученик за 40 рублей не взять там одном месте зашить надо постирать потом он не сильно грязным был его пока вес сильнее измазал вот такие вот дела благодарю за внимание всего доброго